Добрый день, дорогие друзья! 25 июля исполняется 95 лет со дня рождения известного писателя, актера, сценариста и режиссера Василия Макаровича Шукшина. Будущий писатель родился в селе Сростки, Сибирского края, ныне Алтайский край, поэтому во многих произведениях можно прочитать о родных для Шукшина местах, о простых рабочих людях из деревни. Известность Василия Макаровича давно вышла за пределы Алтайского края. В его честь названы улицы не только в России, но и в других странах – в Казахстане, Украине, Беларуси. Сегодня мы с вами обратимся к одному из произведений писателя. Это рассказ под названием «Ваня, ты как здесь?». Главному герою предложили попробоваться на роль в фильме. Согласится ли он? Давайте узнаем. Итак, Василий Шукшин, «Ваня, ты как здесь?». У Проньки Лагутина в городе Энске училась сестра. Раз в месяц Пронька ездил к ней, отвозил харчи и платил за квартиру. Любил поболтать с девушками-студентками, подругами сестры. Покупал им пару бутылок красного вина и учил. Вы, главное, тут смотрите. Тут народ разный. Если он к тебе, вы, мол, не глянетесь, то все, разрешите вас под ручку. Вы его по руке. Не лезь. Мне, мол, сперва выучиться надо, а потом уж разные там дела. У меня, мол, пока одна учеба на уме. Один из таких приездов Пронька, проводив утром девушек в институт, решил побродить до поезда по городу. Поезд выходил вечером. Походил, поглазел, попил воды из автомата и присел отдохнуть на скамейку в парке. Только присел слышать. Молодой человек, простите, пожалуйста. Подошла красивая молодая женщина с портфелью. Разрешите я займу минутку вашего времени? Зачем? Спросил Пронька. Женщина присела на скамейку. Мы в этом городе находимся в киноэкспедиции. Кино фотографируете? Да, и нам для эпизода нужен человек. Вот такого вашего типа. А какой у меня тип? Ну, простой. Понимаете, нам нужен простой сельский парень, который в первый раз приезжает в город. Так, понимаю. Вы где работаете? Я приезжий, к сестре приезжал. А когда уезжаете? Сегодня. Тогда, к сожалению, ничего не выйдет. А у себя в селе, да? Но. У себя в селе где работаете? Трактористом. Нам нужно, чтобы вы, по крайней мере, неделю побыли здесь. Это нельзя? Трудно. Сейчас самое такое время. Понимаю. Жаль. Извините, пожалуйста. Женщина пошла была, но вернулась. А знаете, у вас есть минут 20 времени? Есть. Я хочу показать вас режиссеру. Для как вам попроще, чтобы убедиться, в том ли мы направлении ищем. Вы не возражаете? Это рядом, в гостинице. Пошли. По дороге Пронька узнал, как будет называться кино, какие знаменитые артисты будут играть, сколько им платят. Этот тип зачем приезжает в город? Ну, знаете, искать свою судьбу. Это знаете из тех, которые за длинным рублем гоняются. Интересно, сказал Пронька. Между прочим, мне бы сейчас длинный рубль не помешал. Да, Мишка, кость не хочу перебрать. Жениться надо, а в избе тесно. Пойдут ребятишки, повернуться негде будет. У вас всем хорошо платят? Женщина засмеялась. Вы несколько рановаты об этом. А вы могли бы с неделю пожить здесь? Неделю, думаю, мог бы. Я дам телеграмму, что... Нет, пока ничего не нужно. Ведь вы можете еще не подойти. Вы же сказали, что я как раз тот самый тип. Это решает режиссер. Режиссер, худощавый мужчина лет за пятьдесят, живыми умными глазами, очень приветливо встретил Пронику. Пристально, быстро оглядел его, усадил в кресло. Милая женщина коротко рассказала, что сама узнала от Проники. Добре, молвил режиссер. Если дело пойдет, мы все уладим. А теперь оставьте нас, пожалуйста. Мы попробуем. Поиграть немного. Женщина вышла. Как вас зовут, я забыл. Прокопий. Проника встал. Сидите, сидите, я тоже сяду. Режиссер сел напротив. Весело смотрел на Пронику. Тракторист? Ага. Любите кино? Ничего. Редко, правда, бывать приходится. Что так? Да ведь летом почесть все время бригаде, а зимой на Кубы уезжаем. Что это такое? На лесозаготовке. Женатые-то дома, на ремонте, а холостешь вроде меня на Кубы. Так-так. Вот какое дело, Прокопий. Есть у нас в фильме эпизод. В город из деревни приезжает парень. Приезжает в поисках лучшей судьбы. Находит знакомых. А знакомство такое шапошное. Городская семья выезжала летом отдохнуть в деревню. Жила в его доме. Это понятно? Понятно. Отлично. Дальше. Городская семья недовольна приездом парня. Лишние волоки, это неудобства и так далее. Парень не глупый. Догадывается об этом и вообще начинает понимать, что городская судьба – дело нелегкое. Это его, так сказать, первые шаги. Ясно? А как же так? Сами жили ничего, а как к ним приехали, им не нравится? Ну, бывает. Кстати, они не так уж и показывают, что недовольны его приездом. Тут все сложнее. Режиссер помолчал, глядя на промику. Это непонятно? Понятно. Темнят. Темнят, да. Попробуем? Слова на ходу придумаем. А? А как? Входите в дверь. Перед вами буду не я, а те ваши городские знакомые, хозяин. Дальше посмотрим. Ведите себя, как Бог на душу положит. Помните только, что вы не Прокопий, Пронька, а тот самый деревенский парень. Назовем его Иван. Давайте. Пронька вышел из номера и вошел снова. Здравствуйте. Надо постучаться, поправил режиссер. Еще раз. Пронька вышел и постучал в дверь. Да. Пронька вошел. Остановился у порога. Долго молчали, глядя друг на друга. А где здравствуйте? Я же здоровался. Мы же снова начали. Снова, да? Пронька вышел и постучался. Да. Здравствуйте. Ой, Иван, входите, входите, обрадовался режиссер. Проходите же, каким ветром. Пронька заулыбался. Привет. Подошел, обнял режиссера, поклопал его по спине. Как же духа? А чего ты радуешься, спросил режиссер. Тебя увидел. Ты же тоже обрадовался. Да, но разве ты не чувствуешь, что я притворно обрадовался? Да шло? А чего тебе притворяться-то? Я еще не сказал, что буду жить у вас. Может, я только на часок. Режиссер наморщил лоб. Внимательно посмотрел в глаза Проньки. Пожалуй, сказал он. Давай еще раз. Я поторопился, верно. Пронька опять вышел и постучался. Все повторилось. Ну, как же духа? Спросил Пронька, улыбаясь. Да так себе. А ты что, по делам в город? Нет, совсем. Как совсем? Хочу артистом стать. Режиссер захохотал. Пронька выбился из игры. Опять снова? Нет, продолжай. Только серьезно, не артистом. А ну, в общем, работать на трикотажную фабрику. Так ты, значит, совсем в город? Ага. Ну и как? Что? А где жить будешь? У тебя. Вы уже у меня жили? Теперь я у вас поживу. Режиссер в раздумье походил по номеру. Что-то не выходит у нас. Сразу быка за рога взяли. Так не годится, сказал он. Тоньше надо, хитрее. Давай оба притворятся. Я недоволен, что ты приехал, но как будто обрадован. Ты заметил, что я недоволен, но не показываешь виду. Тоже радуешься. Попробуем? Попробуем. Мне глянется такая работа, честное слово. Если меня увидят в кино в нашей деревне, это будет огромный удар по клубу. Его просто разнесут по бревнышку. Почему разнесут? От удивления. Меня же на руках вынесут. Да. Ну, давайте пробовать. А то как бы меня потом тоже не вынесли из одного дома. От удивления. Ронька вышел в коридор. Постучался. Вошел. Поздоровался. Все это проделал уверенно. С удовольствием. Ваня, ты как здесь? Воскликнул режиссер. А тебя зовут? Ну, допустим, Николай Петрович. Давай снова скомандовал Пронька. Говори. Ваня, ты как здесь? Ваня, ты как здесь? Нет. Ты вот так хлопни себя руками и скажи. Ваня, ты как здесь? Пронька показал, как надо сделать. Вот так. Режиссер потрогал в раздумье подбородок и согласился. Хорошо. Ваня, ты как здесь? Пронька сиял. Здорово, Петрович. Как же туха? Стоп. Я не вижу, что ты догадываешься о моем настоящем чувстве. Я же недоволен. Хотя. Ну, хорошо. Пойдем дальше. Ты все-таки следи за мной внимательнее. Ваня, ты как здесь? Хочу перебраться в город. Совсем? Ага. Хочу попробовать на фабрику устроиться. А жить где будешь? Сполз с радостного тона Николай Петрович. У тебя. Проньку не покидала радость. Телевизор будем вместе смотреть. Да, но у меня тесновато, Иван. Проживем. Тесноте не в обиде. Я уже недоволен, Иван. То есть, Проня, вышел из терпения режиссер. Разве не видишь? Я уже мрачнее тучи, а ты все улыбаешься. Ну и хрен с тобой, что ты недоволен. Ничего не случится, если я поживу у тебя с полмесяца. Устроюсь на работу. Переберусь в общагу. Но тогда надо другое в фильме делать, понимаешь? Давай другое делать. Вот я приезжаю, так? Ты родом откуда? Перебил режиссер. Из Колунды. А хотел бы действительно в городе остаться. Черт ее, Иван помолчал. Не думал про это. Вообще-то нет. Мне у нас больше глянется. Не подхожу я к этому парню-то. Как тебе сказать? Режиссеру не хотелось огорчать Проньку. У нас другой парень написан. Вот есть сценарий. Он хотел взять со стола сценарий, шагнул уже, но вдруг повернулся. А как бы ты сделал? Ну, вот приехал ты в город. Да нет, если уж написано, то зачем же? Вы же не будете из-за меня переписывать. Ну, а если бы? Что? Приехал ты к знакомым? Ну, приехал. Здрасте, здрасте. Вот и я пожаловал. Зачем? А что на фабрику устроиться? Ну, все. Они недовольны, что тебе придется некоторое время у них жить. Что тут такого, я никак не пойму. Ну, пожил бы пару недель. Нет, вот они такие люди, что недовольны. Прямо не говорят, а недовольны, видно. Как тут быть? Я бы спросил. Вам что? Не глянется, что я пока поживу у вас? Они. Да нет, Иван, что ты, пожалуйста, располагайся. А сами недовольны. Ты это прекрасно понимаешь. Как быть? Не знаю. А как там написано? Пронька кинула на сценарий. Да тут иначе. Ну, а притвориться бы мог? Ну, как? Давай попробуем. Они плохие люди. Черт с ними, тебе действительно негде жить. Не ехать же обратно в деревню. Давай самое начало. Помни только... Зазвонил телефон. Режиссер взял трубку. Ну? Ну? Да почему? Я же говорил. Я показывал, какие. Ах, черт. Сейчас спущусь. Иду. Проня, подожди пять минут. Там у нас путаница вышла. Не слушаются? Поинтересовался Проняка. Кого? Меня? Ну? Режиссер засмеялся. Да нет, ничего. Я скоро. Режиссер вышел. Проняка закурил. Бежала красивая женщина с портфелем. На ходу спросила. Ну, как у вас? Никак. Что? Не выходит. Там другое написано. Режиссер просил подождать? Ага. Значит, подождите. Женщина порылась в топке сценарий. Взяла один. Может, вам сценарий пока дать почитать? Почитайте пока. Вот тут закладочка. Ваш эпизод. Она сунула Проньке сценарий. А сама с другим убежала. Никакого у нее интереса к Проньке больше не было. И вообще Проньке стало почему-то тоскливо. Представилась, как приедет завтра утром к станции битком набитый поезд. Как побегут все через площадь занимать места в автобусах. А его не будет там. И он не заорет весело на бегу. Давай, бабка-кочегарь, а то на буфере поедешь. И не мелькнут потом среди деревьев первые избы его деревни. Не пахнет кизящим дымом. Не встретит мать на пороге привычной. Приехал. Как она там? И не ответит он, как привык отвечать. Все в порядке. Ну, слава богу. Он положил сценарий на стол. Взял толстый цветной карандаш. И на чистом листке бумаги крупно написал. Не выйдет у нас Лагутин Прокопий. И ушел. Вот такой интересный рассказ Василия Шапшина мы с вами прочитали. В Центральной городской библиотеке имени Ломоносова есть собрание сочинений этого замечательного писателя, а также другие сборники его произведений. Пожалуйста, приходите к нам в библиотеку, читайте хорошие книги. Спасибо большое за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok